Зрители в эфире программа «Два против одного» в студии Денис Литов, я Игорь Муратов. И в гостях у нас в студии полномочный посол Грузии в России, Иросия Кицмаришвили. Первый вопрос следующего характера. На прошлой неделе, не так давно, самый авторитетнейший человек в Грузии, патриарх Грузинской Православной Церкви, Илья Второй, фактически отказался от поддержки Саакашвили. Он сказал, что членство Грузии в НАТО противоречит интересам грузинского народа. Вот такое состоялось заявление, которое, на мой взгляд, учитывая то, что в Грузии, вероятно, значительное количество верующих православных людей, в силу того, что Грузия православная страна с многовековой традицией православия, и все это, вероятно, приведет к тому, что в глазах верующих авторитет президента Саакашвили, если не обнулится, то сильно пошатнется. Потому что мы знаем, что во всем православном мире, и в Греции, и в России, и в Болгарии, и в Грузии, и в Армении, религиозные лидеры весьма сдержаны в своих оценках и суждениях. И если уж религиозный лидер дает такую оценку, так жестко высказывается по поводу негативного влияния на судьбу грузинского народа, возможного членства Грузии в НАТО, то, значит, допекло. Церковь четко фиксирует, и патриарх дал понять, что она не вмешивается в те события, которые, и те вещи, которые, значит, происходят в светском как бы обществе, и тем более в дела государства. Но, с другой стороны, патриарх очень детально, эмоционально фиксировал свою позицию по поводу того, что те отношения, которые существуют сейчас между Грузией и Россией, они не являются, на его взгляд, соответственными двум братским и единоверующим государством и народом. И по вопросу НАТО он сказал, что я не могу комментировать то, что был сделан выбор грузинским народом. С другой стороны, он считает, что все проблемы, которые присутствуют между нами, это должно быть решено между диалогом, то есть путем диалога между странами. И что касается каких-то вещей, связанных с ориентацией стран, то есть запад, восток, юг, север, у него очень спокойные и нормальные отношения. То есть он не говорил ничего такого, что там прозвучало. То есть вы хотите сказать, что патриарх ничего негативного по поводу вступления Грузии в НАТО не говорил? То есть он привязывал все эти вещи к моменту того, что очень много недопониманий присутствует между нашими народами, и вот маленький пассаж хочу насчет вопроса патриарха и отношения с властью и вообще его масштаба и влияния на духовное состояние общества и так далее. Это великий человек, это великий старец. И этот старец исходит из понимания того, что то, что сейчас происходит, это очень плохо. То есть дальше этому нельзя, где-то надо положить конец. И он очень активно готов участвовать во всем, на что церковь позволяет себе пойти активные действия делать. Поэтому отношения и президента, и власти в Грузии, как бы там оппозиция не оформляла какое-то отношение, однозначно позитивные и уважительные. То есть любой церковный праздник, любые государственные праздники, отношения к патриарху очень уважительные. То есть оно соответствует тому уровню влияния, который у человека есть. И этот великий старец делает очень много хорошего именно в плане того, чтобы мы, сейчас общаясь, россияне, грузины, могли бы друг друга правильно понимать. Потому что очень много вот таких вещей, которые медиа, политики, оппозиция, власть и так далее, она допускает какие-то, позволяет себе какие-то шаги, какие-то заявления, после чего таким людям, как патриарх Грузии, приходится активно подключаться. Я долго думал, что мне напоминает история с последнего времени, которая происходит в Грузии. Я вспомнил такой последовательный ряд событий в истории Российской империи когда-то. Я очень хорошо помню, сейчас это уже стало достоянием общественности. Историки спорят только в деталях. Но была грандиознейшая операция, предпринятая германским штабом, который выдавал деньги Парвусу. Парвус на них тоже зарабатывал. В том числе он соорганизовал всю эту шайку большевиков в главе с Лениным. Была проведена Великая Октябрьская социалистическая революция, как она называлась в нашей истории. Я думаю, что это название будет поменено с течением времени. Но вот этот вот последовательный ряд, деньги Германии, Парвус, Ленин, революция и дальше позорный для России мир с немцами. Брест-Литовский мир, совершенно верно, по которому мы без коннекции и контрибуции вот это все подняли лапки. Была последовательная позиция. Сегодня для меня, человек, который наблюдает со стороны все происходящее, выглядит похожая конструкция в Грузии. США активный участник. Я не буду там клеветать или говорить то, чего не знаю, давали ли они деньги на свержение Шеварнадзе. Но вот это вот активное участие США, революция со свержением Шеварнадзе, становление Саакашвили, его вот становление как политика, как главы государства. И дальше, итогом, я вот уже в окошечке вижу, такого окошечки недалекого будущего, Грузия будет находиться в НАТО. То есть, всегда есть заказчик и всегда есть результат. И в этом смысле, я очень надеюсь, что вы сможете ответить в данном случае не как политик, а как представитель грузинского народа в данном случае, не представитель государственной власти, а грузинского народа. Ведь грузины должны чувствовать, они один раз это видели на Большом Брате, я так назову Россию в данном случае, они это видели, как это произошло в России, там 70-80 лет назад. Почему они не видят сейчас? Есть явный политический заказчик США, для которого Грузия – это фишка, очень серьезная фишка в игре, геополитической игре, вместе с таким крупным вот этим, не знаю, назовите его медведем, Россией. И в данном случае Грузия – это фишка, ее разыгрывают. Туда надо поставить базу, это будет близко к России, это выгодно американцам, они будут на это тратить деньги, силы, ресурсы человеческие, поддерживать тех людей, которые проводят проамериканскую политику. И мне кажется, что народ изнутри это должен чувствовать. Можете вы немножко расширить рамки своего присутствия? Можете ли вы говорить, как не государственный деятель, а как представитель народа, в данном случае, как грузит? Во-первых, я и не ощущаю себя в другой ипостаси. Я чувствую себя как часть этого народа, и этот народ мне платит деньги для того, чтобы я здесь находился, одевался так, как одеваюсь, использовал бы купленную на их же деньги машину и так далее, водителя. Этого как бы у меня, я не являюсь человеком, который карьеру делал в течение долгого времени именно как козчиновник. Я чувствую, что за чем стоит. Исходя из этого, я думаю, что для меня понимание того, что ощущает народ, оно близкое, потому что долгое время я находился вне тех вещей, о которых мы сейчас говорили. То есть я имею в виду вне тех вещей, которые происходили в российско-грузинских отношениях, потому что я просто не участвовал в этом. И у меня был какой-то свежий взгляд, когда я вернулся, на вещи и на события, которые в последнее время имели место. Начнем с самого начала. Опять-таки, вот как и в истории с патриархом Грузии, опять здесь присутствует определенный такой стереотипный подход на вещи, которые происходят. Согласен с историей, хотя там спорной, не до конца как бы ясной, но с историей с Октябрьской переворотом и с последующими событиями, которые происходили у России. Но говорить о Грузии, как о проекте, который делается или делался, для того, чтобы в конце концов получить военную базу на территории этой страны каким-то западным силам, я бы не стал. И по простой причине. До этого у нас был очень долгий экспириенс того, в течение 10-12, даже больше лет, когда Грузия, никаких, начиная сразу после потери своего влияния, своей юрисдикции на территории Абхазии, в течение нескольких лет Шеварднадзе очень активно шел на любые компромиссы к стороне России, и никаких движений в сторону НАТО не было. Не присутствовало вообще. Поэтому его было решено, наверное, изместить в Америке. Нет, в том-то и дело, что он слишком стал старый и недостаточно досаждает Москве. Поэтому надо взять бодрого, молодого, энергичного, обученного в Америке Саакашвили с американкой женой. Согласен. Не американская, а голландская. Голландская, да? Ну, это, да. Ну, украинская американская. после несколько лет старался как-то найти общий язык с Россией, договориться и решить вместе с Россией на том уровне диалога, который тогда присутствовал, решить проблему с Абхазией. То есть, там было такое предложение, да, с российской стороны, что вы найдите общий язык с Абхазией, с абхазцами, договоритесь, мы вам поможем, для этого нужны какие-то компромиссы со стороны Грузии. Компромиссы были. Шеварднадзе, когда приходил к власти, уже второй раз после развала Союза, значит, он пошел на компромисс после потери Абхазии. Он вступил в СНГ, он подписал соглашение, он шел очень глубоко там в отношениях того, что в несколько силовых министров назначались в принципе согласование России. То есть, в Москве согласовывался конкретные персонажи, которые присутствовали там. Было очень много таких шагов. Россия обязалась тогда, что она поможет Грузии выстроить свою армию. И очень-очень много обещаний было, но с другой стороны, Россия как бы этих обещаний не выполняла. Был теракт один, был теракт второй. И с какого-то момента, то есть на Шеварднадзе, я имею в виду, с какого-то момента Шеварднадзе понял, что его здесь, в России, скажем там, не дипломатическим словом, разводят. То есть, ему, у него уровень доверия к России упал очень низко. Причин было очень много. 1994, 2005, 2006, 2007 годы. Мне кажется, что Россия просто была тогда не до Грузии. Вот ключевой момент. Очень распространенный аргумент. Я слышу этот аргумент. Но это правда. Россия была в мутном. В мутное время. Тогда не до людей было. Не то, что еще для твоих границ. Тогда не до людей, не до народа. Я не с претензиями пришел сюда. Я говорю просто о фактах. В какой-то момент Грузия не стремилась на то вообще. До 1997 года вообще разговора об этом не было. Пошла полная синхронизация к шагам к России. То, что делала Россия по отношению к НАТО, такие же шаги предпринимала Грузия. Поэтому понадобилась оранжевая революция. Не оранжевая. А, не оранжевая. Какая революция? Роз, роз. Я уже позабыл. История с революцией, она тоже очень многими стереотипами как бы сейчас наслоилась. Очень много стереотипов. Самое важное в этой истории, и которое здесь, почему-то активно не вспоминают. Во-первых, революция в Грузии, она была следствием внутренних процессов, а не каких внешних факторов. Это очень сложно сейчас здесь продать, как маркетинговый проект, потому что этому здесь никто уже не верит. Наверное, обоснованно, может быть, не верит. Не, не обоснованно. Я вам объясню, как это было. Обоснованно. Я просто напомню маленькую историю. 22 ноября, 21 ноября, когда все достигло своего апогея, Шеварднадзе во время заседания люди вошли в это здание парламента, ему пришлось сложно покинуть, охрана его вывела и так далее. Кто вырулил эту историю? Игорь Иванов. Зачем ты приехал и вырулил? И что, он американец? Нет, он наполовину грузин. А потому он приехал? А кто ему? Он был министр иностранных дел? министр иностранных дел. Зачем ты приехал и вырулил ситуацию? Я надеюсь, в 2003 году здесь уже мы не спорим о том, чтобы власть была абсолютно адекватная. Его прислали. Осталось много еще нерешенных тогда моментов. Да, и много пережитых, много кадров, которые остались через шесть месяцев. Окей. Вот Игорь Иванов спас ситуацию мирным путем. Он развел стороны. Порешил все проблемы, которые тогда присутствовали. Инициатива была полностью на стороне России. Причем тут американцы. Дальше происходит очень интересная вещь. Ну, первый, допустим, он приехал как человек, который не играл на площадке России. То есть он был против того, что Россия бы играла хорошую роль в Грузии. К чему я абсолютно протестую, потому что я знаю, что он сделал. Я знаю, что это была полностью инициатива России. После этого была история с Аджарей. То есть в Аджарской автономии был такой персонаж. Кнец. И разлуливать эту же историю приезжал тот же человек. Не то, что приезжал. Как может человек, министр иностранных дел или секретарь Солбеза. Россия не хотела войны внутри Грузии. Прекрасно. Россия во всех этих вещах присутствовала как позитивный фактор. Этот позитивный фактор Россия оказалась оккупантом. Не, не сейчас. Подождите. Мы не говорим о каких-то вещах. Вы сами говорите, везде помогаем. Правильно, грузинам. Вы сами говорите, что решаем мир. А сейчас слышу, что Россия оккупант был. Вы действительно очень хорошо объясняете. Не, не, не красиво. Объясняю, я факты вам рассказываю. Правдиво. То есть мы согласились на том, что это не американцы делали, а Россия помогала в разруливании этой истории. Американцы тоже сидели за кулисами, безусловно, но и Россия участвовала в этом процессе. Опять вы говорите, что американцы водили русскими то, что происходило. Вот здесь мы согласились, что присутствует некий стереотип. То есть эту историю с революцией РОС активно и позитивно на этой площадке играла Россия. Нет. Активно и позитивно. Она принимала участие в том, чтобы не провелась кровь. Это ключевой момент. И что история закончилась вот так хорошо, что люди на улице... Саакашвили. Вот она его не приводила в парламент и не говорила, вот это наш президент. И Шеварнадзе она не поддерживала никогда. Шеварнадзе остался нам от советских времен. У него был авторитет и среди грузин, и среди российского тогдашнего руководства. Мы не будем спорить. Он все-таки долго просидел в ЦК, он руководил комитетом в свое время. Зачем-то отдал американцам часть нашего шельфа. Да. Ну, во всяком случае, Шеварнадзе и весь процесс того, что происходило между Грузией и Россией, Шеварнадзе играл тогда уже тормозящую роль. Это однозначно, это историческими фактами можно просто перечислить и вспомнить. Были ужасные отношения между президентом Путиным и президентом Шеварнадзе. Первые встречи на саммитах это доказывали. Так что для России Шеварнадзе был вчерашним днем. С другой стороны, для всей Грузии в тот момент Шеварнадзе, несмотря на все вещи хорошие, которые, может быть, когда-то он сделал, все равно в тот момент, уже к началу 2003 года Шеварнадзе стал большим тормозом для развития страны. Ужасное время коррупции, безработица, эмоциональный отток населения, потеря всего, что можно было потерять и так далее. И Шеварнадзе был абсолютно неприемлемым. Ни Грузии, ни населению Грузии и ни России. А американцы, я вам напомню, приезжал Бейгер в начале октября или в ноябре, в ноябре, за 2-3 недели до вообще всех этих событий, то 2 недели, то 3 недели, до выборов. И Бейкер, встречаясь с Шеварнадзе, умолял его, чтобы он шел логичным путем, чтобы он не подтасовывал результаты выборов. Был такой разговор, я знаю об этих историях и так далее. Никаких вещей, планов по революции тогда никто не имел и не думал об этом. Что случилось потом уже? С ноября, с 2 ноября по 22-23 ноября происходили события, которые никому не были прогнозированы. Потому что такие же события происходили и в Армении до того. Такие же события, то есть люди выходили, опротестовывая результаты выборов, происходили и в Азербайджане. Там стреляли еще в Армении. Не, они в Армении тогда еще не стреляли. До этого еще была долгая история. Так что такие события, реакции населения на какую-то несправедливость, она присутствует везде. Так что никаких проектов, которые говорили бы о том, что розовая революция, она была подготовлена и так далее, не присутствовала. И самое важное, наша политическая и грузинская власть, она не смогла для России и для россиян показать, что это самодостаточный проект без всяких внешних факторов. А потом то, что происходило на площадке СНГ, она воспринималась здесь в Москве как проект с продолжениями. Вот придумали эту историю с розовой революцией, значит этот проект импортируется уже в другие страны. К сожалению, Грузия ни при чем. Скажите, пожалуйста, но ведь американский фонд Сороса перечислял деньги на выплату зарплат грузинским чиновникам. Это уже после революции. Сразу после революции грузинская казна была пуста. И человек, который имел хорошее отношение с Сороса случайно совершил. Сорос присутствовал и в России долгое время, ребята. Но здесь никому не платили, кроме культурных разведчиков. Культурных разведчиков, которые получали от него гранды. И это было легально. Это же не какие-то темные деньги. Это было несколько месяцев зарплаты ведущим сотрудникам министерства. Потому что зарплаты не хватало. И президент Саакашвили, и премьер Жвани тогда сказали, что у нас нет возможности назначить эту зарплату этим людям, потому что казна, она пуста. Но с другой стороны, чтобы побороть коррупцию, надо полицейскому платить столько, сколько нужно, чтобы он перестал... Нет, платить надо, нет речи. Но надо быть очень наивным человеком, чтобы не понимать, что за этим кое-что стоит. Если некий добрый дядя Сорос, американец, приехал в Грузию с мешком денег и начал грузинским чиновникам, государственным, вышелам, платить зарплату... Чёрт Сорос в течение 10 лет создавая... И в России был такой же фонд, был в Украине, был в Белоруссии, был в Грузии и так далее. В течение этого времени он очень... Они сдавали учебники, ещё занимались гуманитарной деятельностью. Там шли и вредительские. Я вот хочу имечательную развед деятельностью. Действительно, сетка у него была хорошая. Я вообще подозреваю, что он получал деньги. Получал деньги от Госдепа. Россия не унижалась никогда до такой ситуации, что российские чиновники верховные живут за американский счёт. Вот до такого унижения, признаюсь, Россия не доходила. Хотя у нас были тёмные страницы в новейшей истории, особенно в ельцинское время. Всё платили и что? Так про ту и речь, понимаете? Платят. Кто платит, кто заказывает музыку, тот и пляшет весело на этом празднике. Это простой. Очень простой суждение. Я сам не хочу на эту тему... Объяснение, смотрите. Объяснение, вы говорите, у Саакашвили не было выбора. Ему приехали, значит, вот эти представители Сороса сказали, давайте мы заплатим деньги. Я не сказал, что у него не было выбора. Подождите, это моя интерпретация, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Моя интерпретация личная. Вы говорите, тогда, когда произошла революция РОС, американцы имели очень слабое к этому отношение, говорите вы. А вот потом-то, я лично помню, когда Саакашвили ходил по, по-моему, по Вашингтону и разговаривал с народом, и какая-то бабушка остановившись, ему сказали, это президент Джорджии. На что бабушка сказала, а что, у нас теперь у Джорджии есть свой отдельный маленький президент? Она не поняла, что Джорджия у них же есть в Америке. До этого был первый визит в Москву. И прекрасной встречи в Москве. После этого он заявил, что одна поездка в Америку дала больше денег, чем этот Шеварнадзе насобирал за все предыдущее время. И именно в то время, наверное, родилась идея, что давайте действительно дружить с американцами. Во-первых, это выгоднее. Ну, так активно выгоднее, объективно. Люди получают зарплату, чиновники. Во-вторых, американцы же тоже, они такие, ребята-то, бизнесмены. Разместите у себя НАТО, но мы вам еще поможем. Мы вам дадим низкопроцентные, может быть, даже не займы, может быть, гарантии. Мы вам построим электростанции. Это нормальная американская тема. Они весь мир так опутывают. Почему-то, в основном, кстати, страны третьего мира. Мы вам построим новые электростанции, у вас будет электричество. На самом деле, всего этого в Грузии нет. На самом деле, большинство крупнейших... Я просто боюсь, что будет база НАТО, а электричество, как ни было, так и нет. Опять-таки, вы сейчас сами себя как бы пугаете этими американцами. Я международник по образованию. Мы следим за деньгами. А я грузин по рождению. И в Грузии то, что происходит, это прекрасно. Профессия? Да. Это может быть... Он международник, а вы грузин. Еще раз, значит, в Грузии основные сектора экономики, в том числе, о чем вы говорили, приватизированные российскими компаниями. Это раз. Второе, значит, никаких денег, и это просто проверенный факт, никаких гарантий, никаких суд, ничего не давала ни одна страна. Все деньги, которые в течение за последние 4 года бюджет вырос в 8 или 10 раз, они были получены через теневой сектор. То есть, этот теневой сектор убрали, получилась чистая экономика, коррупция как бы спустилась с очень высокой точки на очень низкую, и через это появились те деньги, которые там появились. На самом деле, больших денег, тем более с запада, в Грузии пока не присутствует. И мы сегодня говорим, что сегодняшняя ситуация экономическая в Грузии, те темпы роста, которые там присутствуют, это все вещи, связанные с внутренним продуктом, с внутренними какими-то делами, и не связаны ни с кем. Что увеличилось в производстве в Грузии для потребления внутри? В первую очередь, очень сильно вырос банковский сектор. Очень сильно. Просто так вращается. Я имею в виду, что там выросли новые заводы, стали выращивать какой-то новый совершенно продукт, какой-нибудь новый фрукт, который все грузины стали потреблять. Это сразу заработало. Вы как? Я экономист. Меня очень трудно убедить в том, что вырос банковский сектор. Очень много денег присутствовало в черном секторе. То есть, из черного он перешел в... Нет, Денис, действительно, президент... Эти деньги перешли в реальный сектор. Эти деньги люди начали вкладывать в строительство своих квартир. И вышел, очень сильно развился сектор строительства. Очень сильно был развит инфраструктурный сектор. То есть, очень серьезные изменения по отношению к 2004 году пошел в туристическом сегменте. Потому что в какой-то момент этого не присутствовало. Откуда туристы едут? Армяне едут? Очень много украинцев. И так далее. Такой сегмент появился. Армянам было тяжело. Армяне, у них не было ввиду каких-то вам известных событий. Армяне огромные народы. Они по всему миру ездят, как китайцы. Везде, куда не приедешь, есть туристы армяне. Среди армянам. Человекам, чтобы не понимать, что за этим кое-что стоит. Некий добрый дядя Сорос, американец, приехал в Грузию с мешком денег и начал грузинским чиновникам платить зарплату. Джордж Сорос в течение 10 лет создавая и в России был такой же фонд, был в Украине, был в Беларуси, был в Грузии и так далее. В течение этого времени он очень... Они сдавали учебники, еще занимались гуманитарной деятельностью. Там все и вредительские, Я вот хочу... Развед деятельностью. Действительно, сетка у него была хорошая. Я вообще подозреваю, что он получал деньги. Получал деньги от Госдепа. Россия не унижалась никогда до такой ситуации, что российские чиновники верховные живут за американский счет. Вот это до такого унижения, признаюсь, Россия не доходила. Хотя у нас были темные страницы в новейшей истории, особенно в ельцинское время. и что? Так про ту и речь, понимаете? Платят... Кто платит, кто заказывает музыку, тот и пляшет весело на этом празднике. Это просты. Очень простой службе. Я сам не хочу на эту тему глубоко пойти. Нет, нет. Объяснение, смотрите. Объяснение, вы говорите. У Саакашвили не было выбора, ему приехали, значит, вот эти представители Сороса сказали, давайте мы заплатим деньги. Я не сказал, что у него не было выбора. Подождите, это моя интерпретация, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Моя интерпретация личная. Вы говорите, тогда, когда произошла революция РОС, американцы имели очень слабое к этому отношение, говорите вы. А вот потом-то, я лично помню, когда Саакашвили ходил по, по-моему, по Вашингтону и разговаривал с народом, и какая-то бабушка, остановившись, если мы сказали, это президент Джорджии, на что бабушка сказала, а что, у нас теперь у Джорджии есть свой отдельный маленький президент. Она не поняла, что Джорджия у них же есть. До этого был первый визит в Москву. Прекрасной встречи в Москве. После этого он заявил, что одна поездка в Америку дала больше денег, чем Шеварнадзе насобирал за все предыдущее время. Именно в то время, наверное, родилась идея, что давайте действительно дружить с американцами. Во-первых, это выгоднее. Ну, так активно, выгоднее, объективно. Люди получают зарплату, чиновники. Во-вторых, американцы же тоже, они такие, ребята-то, бизнесмены. Разместите у себя НАТО, но мы вам еще поможем, мы вам дадим низкопроцентные, там, может быть, даже не займы, может быть, гарантии. Мы вам построим электростанции. Это нормальная американская тема, они весь мир так опутывают вообще. Почему-то, в основном, кстати, страны третьего мира. Мы вам построим новые электростанции, у вас будет электричество. На самом деле, всего этого в Грузии нет. На самом деле, большинство крупнейших. Я просто боюсь, что будет база НАТО, а электричество, как ни было, так и не будет. Опять-таки, вы сейчас сами себя, как бы, пугаете этими американцами. Я международник по образованию. Мы следим за деньгами. А я грузин по рождению. И в Грузии, то, что происходит, это прекрасно. Профессия? Да. Это может быть там... Он международник, а вы грузин. Еще раз, значит, в Грузии основные сектора экономики, в том числе, о чем вы говорили, приватизированные российскими компаниями. Это раз. Второе, значит, никаких денег, и это просто проверенный факт, никаких гарантий, никаких суд, ничего не давала ни одна страна. Все деньги, которые в течение за последние 4 года бюджет вырос в 8 или 10 раз, они были получены через теневой сектор. Те темпы роста, которые там присутствуют, это все вещи, связанные с внутренним продуктом, с внутренними какими-то делами, не связанные ни с кем. Что вы имеете в виду в производстве в Грузии для потребления внутренних? В первую очередь, очень сильно вырос банковский сектор. Но банковские деньги просто так вращаются. Я имею в виду, что там выросли новые заводы, стали выращивать какой-то новый совершенно продукт, какой-нибудь новый фрукт, который все грузины стали потреблять. Это сразу заработало. Я экономист. Меня очень трудно убедить в том, что вырос банковский сектор. Очень много денег присутствовало в черном секторе. То есть, из черного он перешел в белый. Нет, денег действительно... Эти деньги перешли в реальный сектор. Эти деньги люди начали вкладывать в строительство своих квартир. И вышел, очень сильно развился там сектор строительства. Очень сильно был развит инфраструктурный сектор. То есть, очень серьезные изменения по отношению к 2004 году там бы пошел в туристическом сегменте. Потому что в какой-то момент этого не присутствовало. Откуда туристы едут? Армяне. Армяне едут? Очень много украинцев. И так далее. Такой сегмент появился. Армянам было тяжело. Армяне, у них не было ввиду каких-то вам известных событий. Армяне огромный народ. Они по всему миру ездят, как китайцы. Везде, куда не приедешь, есть туристы армяне. Средний армянин не имел возможности там, средними доходами не имел возможности поехать на такие далекие курорты и так далее. В силу дешевизны в Грузии. Дешевизна Грузии. Близость. может быть, я с этим согласен, может быть, армяне приехали близко и так далее. Вторичная тема. Но экономика, она начала работать. То есть, мы опять вернемся к тому, с чего начали. Это все легенды. То есть, базы НАТО не будет? Ответьте одним вопросом. База НАТО будет или нет? Во-первых, отношение Грузии к НАТО и отношение к каким-то базам и военным присутствиям и так далее, в Грузии всегда было неоднозначное. Неоднозначно хорошее. И у нас сегодня присутствует четкое понимание того, то, что мы говорим в России все время. Наши отношения должны строиться именно на уровне таких глубоких доверий. И если мы решим проблему, связанную с территориями, которые мы не контролируем, на которых сегодня происходят те вещи, которые мы называем, называли до этого ползучей аннексией... Сейчас, коль, ключевой момент. Правильно ли я понимаю, что это политика сегодняшней Грузии? Мы разыгрываем Южную Осетию и Абхазию против вступления в НАТО? Мы ничего не разыгрываем. Мы говорим от имени 400 тысяч беженцев, которые присутствуют на нашей территории и которых надо вернуть на свою историческую землю, в свои дома, в свои квартиры. То есть, вот этой связи Южно-Осетия, Абхазия и НАТО между собой... Мы говорим, что наше стремление на Запад, это было вызвано, в первую очередь, стремление на Запад, это историческое стремление Грузии в Европу, как страны. Да-да-да-да-да. Вот отлично как. Ребята, у нас... Ну а как? Мы тоже в Европе. Исторические примеры можно привести? Конечно. В 17 веке грузинский посол, его звали Сулхан Сабавур Бельяний, чувствуя, был послан на французский императорский двор, королевский двор, скажем так, к Людовику XIV, для того, чтобы договориться... Король Солнца, по-моему, да, Людовик XIV? Для того, чтобы договориться о том, что Франция взяла бы под патронаж... Да. И если мы говорим о том, что в чем стремление грузики в Европу, почему мы себя ощущаем европейцем, мы просто говорим, что античная история, византийская часть истории и потом последующие средневековые периоды, связанные с нашим Людовиком XIV, это было периодом, когда Грузия, во-первых, по вере, и во-вторых, по своей ментальности она стремилась всегда в цивилизованную Европу. Тогда, может быть, не так цивилизованную, но сегодня она цивилизована. И для нас Россия и договор, который был заключен с Россией, являлся как бы элементом того, что мы выбрали свой европейский путь развития. Хотя в тот момент это как бы не было сформулировано как вординг, как разговор. С другой стороны, для нас европейская цивилизация пришла через Россию. Уже вот конкретно XIX век грузинские князья, которые получали образование в России, которые получали европейское образование в Тбилиси. Тбилиси в середине XIX века был таким хорошим европейским городом. Это уже не было таким отсталой провинцией, как было допустим в периоде Пушкина, когда его сослали на Кавказ. Тбилиси в начале 50-х годов XIX века была опера, где ставили сразу после Миланской оперы ставили итальянские оперы, где люди одевались по последней парижской моде и так далее. У Грузина очень историческое стремление к европейской культуре, к европейским отношениям и так далее. Это стремление заключает в себе и вот отношение к западным каким-то ценностям и к западу сегодня. Разве Россия стала востоком? Нет, Россия стала не в данном случае. Подписанный договор несколько сотен лет назад с Россией он как раз выбрал Россию как европейский путь развития для Грузии. Что сейчас поменялось? Почему сейчас вы смотрите в сторону Соединенных Штатов и говорите ой, как-то нам ближе тот дальний заокеанский брат. Никуда мы не смотрели бы, если бы в наших отношениях не присутствовал бы фактор Абхазии Южной Осетии. А скажите мне этот фактор вот сегодня буквально 5 минут тому назад перед тем как выехать оттуда какой-то пикет стоял у нашего посольства и молодые парни московские парни кричали, что Абхазия это не Грузия. То есть мы говорим о том, что мы международным признанным правом территория, которую признает и Россия. Мы являемся территорией, которая включает в себя и Абхазию. Пока признает действительно. Что значит пока? Пока, потому что завтра может быть и не будет признавать. Завтра или через тысячу лет, я не знаю, что будет какой-нибудь Армагедон придумать. Дело идет к тому, что скорее завтра, чем через тысячу лет. Ни к чему не идет. Дело, мы сейчас говорим, что существовало очень много стереотипов, очень много недопониманий. Сейчас у нас есть возможность выйти из этих вещей и говорить напрямую друг с другом без всяких посредников. Мы говорим, давайте, ребята, говорите друг другу приятные вещи и начинать искать приятные вещи. Не, не, ребята. Это работа дипломата говорить приятные вещи, но действия говорят об обратном. Вот смотрите, вы упрекаете Абхазию, Южную Осетию, Мы ничего не упрекаем. Сегодня, вы говорите, что они сепаратисты. Не то, что упрекаем. Сегодня на территории Абхазии находятся силы, которые там не должны быть ни по закону, ни по договоренности. Российские миротворческие силы. Я очень извиняюсь. Российские миротворческие силы это одно, а ВДВ это другое, а железнодорожные... В составе миротворческих сил. ВДВ под соглашением не имеет права находиться. Наступательные войска как миротворцы не должны присутствовать. То есть Грузия считает, что Россия хочет на базу... Не Грузия считает, а нормальная законодательная база международная. Вы считаете, российская ВДВ нападет на Грузию и возьмет Белисию? Ничего не считаем. Ребята, если мы говорим о том, что мы хотим друг друга... Проблема в том, что на моей территории находятся войска другой страны. Абхазы не считают, что это грузинская территория. Абхазы говорят... Международное право, считает. И Россия считает, что это грузинская территория. Грузия считает. Абхазия победила вас в войне. Россия считает, что Грузия это признанная страна в тех границах, которые до сих пор... Россия и Косово считают частью Сербии. Ну и что, а там американцы хозяйничают. Вы хотите узнать позицию... То есть мы говорим... О чем мы говорим? Ваши крупнейшие политические союзники на этот принцип полюбил американцев. Если мы говорим о вещах, то есть мы говорим о простых вещах, да? Есть международное право. Есть Россия, которая признает Грузию, признает Грузию в тех границах, которые присутствуют. С другой стороны, российские войска... То есть, международное право не соблюдается сплошь и рядом. И поэтому тоже себя не считают, вероятно, обязанным соблюдать в тех ситуациях, когда де-факт ситуация другая. Это двойные стандарты. Вот об этом мы и говорим. Не надо этого делать. Вы обвиняете Абхазию и Южную Осетию, что они сепаратисты. Я говорю про Абхазию. Я говорю про Абхазию. Я говорю про Абхазию. Вот они провели войну, они потеряли там тысячи людей. Нам, обоим странам, руководителям этих стран, дипломатам этих стран, говорят, что ребята, не хватит ли нам сейчас вот этой непонятной друг другу риторики? О чем мы сейчас говорим? Мы должны повернуться к Абхазам и спросить их, уважаемые Абхазы, где вы ходите жить? И что говорит Сухун? Какие Абхазы говорят, что они не хотят жить с грузинами? Да все Абхазы говорят, что они не хотят. Их руководство, выбранное на выборах, говорят, что мы с грузинами жить не будем и не хотим. Никогда. Те Абхазы, которые остались на территории Абхазии или население Абхазии, которое там было до начала всего, то, что началось. Если мы говорим об Абхазах вообще, как этносы, это одна история. Если мы говорим о том, что Абхазская автономная республика была населением полмиллиона человек, из них 350 тысяч были грузины, и этих грузин, этнических грузин, не стало на этой территории, потом проводится референдум, о чем мы говорим. Конечно, там не будет присутствовать... Тогда нам нельзя. Нет, так нельзя. Мы должны получить обратно Крым. Когда был Советский Союз, Грузия в последние годы существования Советского Союза была ярым сепаратистом. Она выступала за отделение от Советского Союза и в результате стала независимым государством. Теперь она говорит, что Абхазы... Если вы помните историю хорошо... Сепаратисты... Так почему Грузии можно выйти? А Абхазам нежно. Разрушили Советский Союз. И при чем Грузия? Да ладно. В Грузии были массовые демонстрации. Беловежские соглашения... Не-не-не. Демонстрации были везде. Демонстрации были везде и по разным поводам и по разным вещам. Но страна под названием СССР была окончательно расформирована по соглашению трех стран. Россия, Белоруссия и Украина. Это история. Обронную роль развали страны сыграли массовое возмущение в Тбилиси. Причем тут сейчас... Ну как при чем? Вы мне будете говорить, что президенты... При Балтике, Тбилиси... Президенты России, Украины, Белоруссии встретились и решили это потому, что грузины возмущались. В Геловежских соглашениях грузины не участвовали. В Геловежских соглашениях грузины не участвовали. Это факт. И развал Советского Союза случился. Но продолжая вашу мысль. Вы говорите, в Абхазию должны вернуться те грузины, которые после войны оттуда уехали. Вот грузины плюс Абхазы все вместе... Это очень красивое слово. Все вместе. Бежали. Хорошо, бежали. Бежали во время военных действий. Мы это формулируем. Я закончу мысль, иначе вы не услышите вопрос. Хорошо. Ну поэтому терминологию просто уточняю. Нет, я не готов давать оценки, потому что меня там не было. Вот я не могу сказать, были там этнические чистки или нет. Наверняка. Я вам пришел к Асефе с картинками, как люди оттуда уходили. Я подозреваю, что любой Кавказ... Я служил в армии. Причем я служил в таких войсках, где у меня была половина людей из Кавказских республик. Любой этнический конфликт на Кавказе это этнические чистки. Вот это я готов признать. Любой конфликт. Любая война. Любая война на Кавказе это этнические чистки. Всегда. Это так устроены кавказские народы. Так устроены Кавказы. Я помню Степанакер. Я помню все. Я служил как раз в это время. Я служил как раз в это время в Советской армии. У меня было в Абхазии, грустные люди. Я закончу мысль. Любая, какая конкретно. Правильно ли я вас понимаю. И у Азербайджана, Армения то же самое. Правильно ли я вас понимаю. Что если бы вот эти грузины, которые в свое время покинули территорию, я так скажу, покинули, бежали они, были выгнаны, изгнаны, как угодно, покинули территорию Абхазии, сегодня бы вернулись и проголосовали вместе с Абхазами за или против присоединения к Грузии или к России или вообще за автономное существование. Правильно ли я понимаю, что мы должны завтра написать ноту финляндскому правительству о том, что если часть русского населения, которая проживала, в том числе, она была небольшая, но часть русского населения проживала до Великой Октябрьской социалистической революции, мы хотим еще и Финляндию присоединить. И может быть, они совместно проголосуют за присоединение к России. Я к чему говорю? Это состоявшиеся события. Кто сегодня живет на этой земле, тот и должен решать. Сокрушительное поражение Грузии в войне с Абхазией. Так случилось, что сегодня на этой территории живут Абхазы. Вы проиграли войну, а теперь удивляетесь, что грузины бежали с этой территории, где вы проиграли. Еще раз говорим, что эта территория международным правом признана за Грузию. Правильно говорите. Да. И это признают и Россия. Народ имеет право, которые сегодня там проживают, имеет право на самоопределение. а завтра не будет прознавать. Право на самоопределение, оно международным правом в таком формате, пока что не предусмотрено. Почему? Я думаю, что... Вот смотрите, как произошло с Косово. Эта история присутствует и во Франции, и в Испании. И Россия имеет территорию, которым было очень много подобных историй. Вот Косово. Я еще раз говорю. Давайте, Косово. Албанцы вырезали сербов. Не потому, что я боюсь этой истории. Стали разрушать церкви. Стали разрушать церкви. Вытеснили сербов. Какие церкви? Потом сами проголосовали. В Абхазии какие церкви грузины? Американцы им помогли. И сегодня Косово отдельная территория. И международное право как-то пополам. То ли оно признает Косово в составе Сербии, там этническое чистое происходило. Наоборот. Сербия делала этническую. Кого? Албанцы? На территории Косово. И это послужило... Где-то сербы там вырезали Албанцы. Я извиняюсь. Ну, где там сербы вырезали? Да вы что? Нет, Денис, это американская версия. Ей нельзя противоречить. А-а, я понял. Причем, это американская версия. Да вы что? Да, нет, это понятно. Вы извините. А где там сербы? Вы переписываете историю. Я-то бог с ним в Косово. Милошевича такого человека. Вы сказали. Милошевич отдельный персонаж. Отдельный человек. Сколько разрушено православных церквей? И сколько мечезы на территории Косово? Вы хотите дискутировать Косово? Или вы хотите сказать... Вопрос по поводу Грузии. Непосредственно. Забыли про Косово. По поводу Грузии. Вопрос к вам. Вот меня очень интересует и занимает следующий вопрос. Есть крупные державы. Америка, Великобритания. Они в свое время... Россию. Ну, я пока про эти говорю. Франция, Германия, Япония, Китай. Это другая история. И где? Вот Америка и Великобритания в свое время решили, что угроза их национальной безопасности... Ребята, вы очень схематично рассуждаете. Вы дослушайте вопрос. Давайте. Они в свое время решили, что угроза их безопасности составляет такой опасный режим, как режим Саддама Хусейна в Ираке. И послали туда войска. Американцы, может быть, преследуют экономические интересы, потому что в Ираке серьезные запасы нефти. Но я с удивлением обнаружил, что на сегодняшний день третий по величине, по численности воинский контингент в Ираке грузинский. Скажите, пожалуйста, какие такие стратегические интересы Грузия отстаивает в Ираке? Что, иракский режим представлял угрозу для независимости Грузии? Или вы надеетесь, что американцы ограбят Ирак и как-то поделятся со своими попутчиками, так скажем, в том числе с Грузией, добычей? Я еще раз скажу. Для меня очень важно сейчас в России, чтобы мы отходили от тех вещей, которые присутствуют в наших отношениях в последние годы. это стереотипы того, что грузины, они агрессивно настроены против России. Нет, они против Хусейна агрессивно настроены. Вот что меня удивляет. Второе, то, что мы говорили, я вам в начале разговора напомнил историю того, что Грузия очень активно ждала поддержки выстраивания своей армии по формату российской армии. Ирак, про Ирак ответится. В середине 90-х то же самое. Это составляющее строение, выстраивание грузинской армии. То есть тренировка, обучение, стратегия, тактика и так далее. Так что это те вещи, да. Одна реплика, вы сейчас обязательно продолжите. Знаете, что я хочу услышать? Я хочу услышать. Знаете, Игорь, я вам честно скажу, в свое время американцы нас поддержали. Дали нам денег на правительство, Сорос помог. Это вообще наша дань. Позвонил Буш и сказал Саакашвили, слушай, пошли туда, пускай он будет... И вам от этого будет понятнее. Вот тогда ваши слова, когда вы говорите, мы должны начать делу. Тогда они будут честными. Нет, ребят, если бы мы говорили... Позвонил и попросил, пускай твои люди тоже погибают за нас в Ираке. Мы не стали бы вообще... Еще раз говорю, что мы, ребята, пришли к той точке, из которой мы должны вылезти вместе. То есть, эта точка называется... Я же вам не подсказываю. Это честность. Это точка... Причем тут американская помощь Грузии? Потому что мы с вами лоба понимаем. А с вами не было. Еще раз говорю, о деньгах этой помощи не было. У вас какие стратегические интересы в Ираке? Ответьте. За что грузинские солдаты в Ираке? Во-первых, грузинские солдаты в Ираке, в Афганистане и в Косово выполняют каждый в отдельности выполняют те функции, которые выполняются по договору с конкретными вещами, связанными с войной. Я сейчас мучительно вспоминаю, как называются эти организации, в которых они участвуют. Суть простая. Это выстраивание грузинской армии. Это полицейские функции, которые выполняются по формату... На оккупированной территории готовитесь выстраивать полицейские функции, на оккупированной территории. Это юридический статус. Ирак – это оккупированная территория. Действительно. Кто зафиксировал этот статус? Это зафиксировано в ООН. Что это оккупированная территория? Да, оккупированная территория. Американцы? Да, американские оккупационные... Я не согласен. Сейчас мы говорим о территории, о котором суверенно выбранное государство присутствует. Там есть глубокие, серьезные проблемы. Грузийские военные выполняют там полицейские функции. Готовятся. Выполняют такие же функции, потом ее знаете, и в Абхазии? Если Грузии нужно будет выполнять свои функции, как страны, которые обеспечивают свою безопасность, Грузия сейчас готова защитить свои интересы. В истории нет ничего нового. И мы знаем из истории, что самый удивительный вид дани – это дань кровью. Это когда подчиненное государство посылает своих солдат воевать в интересах своего суверена. Сейчас у нас получается диалог глухого и слепого. То есть мы друг друга сейчас не слышим. Не обидно, что грузинский народ с тысячелетней историей зачем-то посылает своих солдат воевать в чужих интересах. А если у грузинского народа не было тысячелетней истории, вам не было бы обидно? Мне тоже было бы обидно. А я не понимаю. Почему? Я знаю, что грузины всегда годятся своей историей. Важность того, что вы сейчас говорите, очень важность того, что тысячелетней истории взаимоотношений между Россией и Грузией. Вот здесь, я с вами согласен, мне обидно, что народы, у которых столетние взаимоотношения, у которых общая религиозная история, у которых такая серьезная духовная общность, говорят такой тональность и друг с другом, обижают друг друга и делают друг друга как можно больнее, чтобы было другим неповадно. Да, я каждый день вижу это по телевизору, когда показывают события в Грузии и показывают вашего президента Саакашвилия, который всячески пытается уколоть Россию. Ребята, дайте мне возможность сказать хорошие слова и более приятные, чем то, о чем мы говорим. Давайте обменяемся хорошими словами. То, что я хочу сказать моим друзьям, которые живут в Питере и другим людям. У вас камера есть, слайд персональный. Вы можете обратиться к друзьям. Потому что я думаю, что у нас очень много общего будет, если мы глубоко друг к другу еще послушаем. А у нас и до сих пор с народом Грузии очень много общего. Вот так и прекрасно. Вот как народы мы дружим. Но мне очень хочется, чтобы и политики не лукавили. Но есть правители, которые вам не нравятся. Нет, политики не лукавили. Последние. Когда вам задают вопрос, будет хватит спорить. Вы должны правду говорить. В заключении нашей передачи я хотел бы привести исторический пример. Было много обращений со стороны Грузии. Я вам с удовольствием потом это все перескажу. Екатерина II, она на самом деле не хотела интегрировать Грузию в Россию. Она не хотела брать такой груз, потому что это однозначно влекло за собой конфликты с мусульманскими горными племенами Кавказа, конфликты с Турцией. И тем не менее, невзирая на то, что все это произошло, мы помним, что русские солдаты во многих конфликтах на Кавказе проливали кровь, в том числе и за грузинский народ. И невзирая на то, что сейчас многие грузинские чиновники говорят, что российские военные в Абхазии – это оккупанты, мы все равно гордимся теми русскими солдатами, которые проливали кровь на Кавказе, в том числе и за наших грузинских народов. Только не заканчивайте. Я вас умоляю, я маленькую реплику сделаю. Это наша совместная история. В XIX век сотни грузинских генералов присутствовали в войнах, которые происходили на территориях Балканах, Турции и так далее. Можно вспомнить Багратиона, грузинского князя. Сейчас бы его в Грузии назвали посетником оккупантов. В Москве есть Багратионовская станция «Витро». И когда мы проезжали, у нас на глазах наворачиваются слезы. И это слезы радости. Это очень важно, чтобы нас не путали с кем-нибудь. Потому что у нас... Очень важно, чтобы не путали. И тема, которая очень часто присутствует, там 9 мая. Там правда у вас отмечают 9 мая? Конечно, у нас отмечают 9 мая. Нет, у вас фашистов нет, в отличие от Эстонии и Латвии. В каждом селе присутствуют меморальные доски. В каждом селе. И это наша общая история. Ребята... Грузины смелый народ. Этого никто не пытается. Никто не пытается этого... А единоверный народ. Правильно говорите. И грузины и россияне вместе боролись против фашизма. Так что этого тоже не надо забывать. Когда мы будем говорить о том, что что-то в нас не так сложилось, и грузины против нас. Я про это говорю, что у нас не народы друг к другу относятся плохо. Политики. Политики. Да, и в любом случае я бы предостерег называть российских военных в Абхазии оккупантами. Это может плохо кончиться. Ни к чему хорошему это не приведет. Хорошо, спасибо. Если Грузия проиграла войну Абхазии, то что уж говорить о том, что может состояться война Грузии и России. Этих слов я даже боюсь. Не надо этих слов вообще. Ваш президент Саакашвили недавно сказал, что Россия и Грузия стояли на грани войны. Это слова вашего президента. Очень, очень, такие слова присутствующие. Вот эти слова, они даже присутствуют. Он, видно, очень эмоциональный человек и может принять неадекватное и действительное решение. И разгорится некий конфликт. Он, конечно, будет недлинный, видимо. Никто его не хочет, но что поделать. Я очень прошу, давайте не переходите на те вещи, на которых мы друг другу не давали повода говорить. Мы боимся, что просто некие эмоциональные люди, которые стоят от руководства Грузии, могут принять неадекватные решения. Вот это зависит от вашего руководства. Спасибо. Старайтесь их вот так вот. Мы обе руководства, они ответственно подходят к этим делам. И мы считаем, что у России есть адекватная власть. Она понимает задачи для России. Она понимает интересы России. У Грузии тоже адекватная власть. Она понимает свои интересы. Да, если возникнет конфликт, вы, пожалуйста, сдерживайте вашего президента. Объявят войну ненароку. Не волнуйтесь. И что делать? В Питере войны не будет. В Питере-то точно не будет. Смотрите спокойно, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, что вам доброго. Спасибо, ребят. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok